Как безопасно повернуть человека? С учетом того, что, вот допустим, приехала скорая, это у нас актуальная проблема вот везде, и в Крыму в том числе, да, приехала скорая, а там один фельдшер. А мы выяснили, что, извините, но у вас перелом шеи. И нам нужно переложить пострадавшего. Один, да, фельдшер не справится, даже с водителем не справится, нам нужны будут помощники. И вот я сейчас вам покажу, как правильно фельдшер сам будет, конечно, фиксировать голову, и я сейчас буду фиксировать голову вместо, ну, как бы, вместо, я действительно врань своей помощи, да. И мне нужно два помощника. Да, любые, кто хочет. И вы становитесь все, ну, давайте вот с этой стороны. И, ну, вот условно, да, я скорая помощь, у меня вот здесь стоит водитель с носилками или там со щитом, и нам нужно сейчас пострадавшего с переломом шеи переместить на щит. Как это сделать? Ну, просто взять и сломать ему, ну, как бы, вот, произвольно нельзя. И мы по типу перекатывания бревна это будем делать. Вы должны встать на колени, и вы берете, вы становитесь на колени, и берете ваши точки, будут плечо и таз, спасибо, да, ваши будут поясница и бедро. Да, ваши руки перекрещиваются, и вы будете поворачивать пострадавшего на себя по моей команде на 3-4. Может, он вверх чуть-чуть вверх к тому краю? Да. Или вы, наоборот, не повернете? Нет, вы его дальше своих ног не повернете. Потому что, ну, мы условно будем... Он же будем отползать чуть-чуть? Нет. Нет, вы просто щит на голову. Да. Да. Вы повернете условно под него щит подкладывать, и мы потом... Жемоднете? Да. И, ну, то есть, просто как это происходит, чтобы вы понимали, да? Но я фиксирую голову. Я сниму под плечи, да, цараты, голову не жевели. Да. Три, четыре. Подсунули. Подсунули. Да. Три, четыре. Ну, у нас, конечно, да, какая инструкция, такое исполнение. Мы вас буквально скрутили. Ну, то есть, да, реально, это должно быть... Вот прямо синхронно, но это моя проблема, потому что я не объяснила, не дала четкую инструкцию, да, что это должно быть синхронно. Ну, как бы, для меня это еще один опыт, что нужно учиться очень уменьшить хорошо. Давайте еще разумеем. Давайте еще разумеем. Еще разумеем. Нет, просто вы это, как правило, делать не будете. Я это... Ну, то есть, мы это отрабатываем на скорой помощи, и для меня вот даже вот эта картинка... Ну, что, ну, скоряк весь знает, как надо делать, да, и мы скоряк со скоряком играет, вот, типа, в очевидцев кто-то, кто-то вот это. И вот для меня сейчас очень хороший, как бы, пример того, что можно... Ну, вот я вроде, мне кажется, что я четкую инструкцию дала, а выполнение показало, что, ну, как бы, нет. Нет, нет, нет. Это всегда. Ну, то есть, зависит от того, как вы объясните. Ну, вот, допустим, не акцентировала внимание на то, что это должно быть абсолютно без скручивания. Вот, но... И вот, когда мы перекладываем, вот, допустим, оптимальное положение тела человека при переломе шеи, да, это будет на спине. И поэтому мы его до приезда скорой мы ничего на спине смотреть не будем, не будем его поворачивать, потому что, ну, как бы, поворот, это очень, ну, такая ситуация, ну, лучше не делать это без специальной подготовки и без критической необходимости. Единственная ситуация, когда нужно будет повернуть на бок. Если я на животе лежу? Нет. Если у вас начнется рвота. А если вы говорите, он лежит вот так, то мы все равно поворачиваем, да, ведь? Вы сказали, поворачиваем. Если перелом шеи, вот, лучше не поворачивать. Вот, я поэтому спрашиваю. Лучше, если нет критической необходимости, вы при подозрении на перелом шеи вы оставляете пострадавшего в том положении, в котором нашли. Если нет необходимости, вы его не поворачиваете. И вы его осматриваете в том положении, в котором он находится. Это, ну, как бы, наша задача не навредить.